Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. На улице весна. Потрясающая погода. У меня отличное настроение. Хочется творить, снимать. Сегодня мы с вами будем кушать вкусные кутабики, рецепт на который я вам оставлю внизу. Здесь немного барбарисы, кефир. Ну как правильно? У нас называется он котых и это айран. То есть это вода и кефир, то есть жидкий кефир, немножко с солью. Очень вкусно получается и десерт, который готовится всего из двух ингредиентов. В ближайшее время будет рецепт на мамином кулинарном канале, который называется Айкук. В общем давайте приступим. Я буду кушать прямо руками, так что извините меня, я извиняюсь. И сегодня у нас очень интересная тема для разговора. В комментариях я увидела, девочка одна написала, что было бы очень интересно. Она сама русская, я так поняла. И ей бы было очень интересно узнать о традициях у нас, когда человек умирает, как хороня. Давайте зачитаю вам вопрос и заодно передам привет. Спасибо огромное за такой интересный вопрос. А то мы постоянно про одно и то же говорим, ходим вокруг да около. Я поставила в инстаграм опросник. Интересна ли вам эта тема? И 81% ответила да. Айка, у меня к тебе такой вопрос. Я давно начала задаваться вопросом, как хоронят людей на Кавказе. Там же есть специальный ритуал, который кардинально отличается от православного. Вопрос задает Саша Вебер. Саша, огромное тебе привет и спасибо за интересный вопрос. Я была на похоронах несколько раз. Однажды умер брат бабушки. Чем отличается? Христиане? Я могу ошибаться, ребят. Поправляйте меня. Я говорю так, насколько я это знаю. Христиане, они как бы где-то, наверное, 3-4 дня ждут, пока все попрощаются с усопшим. У нас такого нету. То есть, например, сегодня человек умер, завтра обязательно его хоронят. Кто не успел приехать, кто не успел попрощаться, это уже проблема человека. У нас приходит Мау-Ла. Это что-то вроде вашего священника. И читает молитву, чтобы душа могла успешно уйти из этого мира. Также пятница, следующая пятница, то есть, например, не дай бог, конечно, человек, например, умер во вторник. И вот следующая пятница, у нас есть такая штука, которая называется Эйсан. Зовут всех и дают как бы покушать, как правильно сказать, посиделки такие, поминки. Обязательно должен быть полный стол, босс баш и поминают этого человека. Насколько я знаю, в зависимости от района Азербайджана, и в целом вообще не у всех мусульман одинаковые традиции, так скажем, но Мау-Лу точно зовут, чтобы душа спокойно покинула этот мир. У меня дедушка, я вам рассказывала, он почувствовал смерть. Он встал, но я вам рассказывала, то есть, не стоит, мне кажется, еще раз рассказывать. В общем, он встал и сказал моей бабушке, что зови Мау-Лу, я умираю. Он говорит, я чувствую, я сейчас умру. Наверное, люди это чувствуют. А вообще, у меня брат однажды попал в очень сильную аварию, и он был на грани жизни и смерти. И он говорил, что раз у него там вспышка, огонь, авария, и потом он видел себя со стороны. То есть, он сверху смотрел на ситуацию, что происходит. Я не знаю, насколько это возможно, или может быть у него какие-то галлюцинации, ему это все показалось. Они на машине ехали, врезались в другую машину на очень большой скорости. И можно сказать, брат был между жизнью и смертью. И брат говорит, что тот момент, когда резали крышу, а их непосредственно вытаскивали через крышу, потому что уже двери не открывались. И вот этот момент, когда резали крышу, он прям видел этот момент. Причем видел со стороны. Видел, как видят в фильмах. Потом резко, там что-то какие-то видения у него были, как человек бывает, когда под наркозом. Потом уже очнулся в больнице. У него вообще там переломы, сотрясения, не знаю, куча всего. В общем, вернемся к нашей теме. Обычно усопшего помещают в полотенце. Ой, полотенце. В простыню белую. И вокруг собираются женщины. И женщины плачут над телом. Вот единственный момент, который мне кажется реально очень странным, это то, что женщин не пускают на кладбище. То есть, когда усопшего помещают под землю, так скажем, закапывают, туда не пускают женщин. Это типа по традиции нельзя. Я у бабушки миллион раз спрашивала. Я говорю, а в чем суть? Почему женщинам нельзя туда? Вдруг я хочу это увидеть, как это происходит. Бабушка объяснила это тем, что психика женщины, она более шаткая. Ему типа слабый пол. А это зрелище не для слабонервных, поэтому женщин туда не пускают. Сначала тело моют. Для этого есть специальные люди, которые за деньги моют тело. Но можно и самим это сделать. Я, например, боюсь трупов. Ну, в общем, моют. Плачут все над телом. Причем плачут. Вокруг тела собираются женщины. И женщина плачет. Вот это вот отделение, не знаю, у нас здесь женщин от мужчин. Немножко, мне кажется, неправильно. А может, мужчина тоже хочет посидеть там, поплакать над телом. Еще поминают на сороковой день после смерти. Я слышала, что на сороковой день душа уходит из этого мира. И там много есть вариантов, что происходит дальше. Но, по крайней мере, та душа, которая ушла из этого мира, обратно не вернулась и не рассказала нам, как же дела обстоят там. Я, слава богу, в своей жизни не теряла близких людей. Слава богу. Единственное, у нас была одноклассница, которая бросилась, по-моему, с 13 этажа новостройки. Причем не из своего дома. Просто поднялась и бросилась оттуда. Но, вы знаете, на момент, когда она уже это сделала, я не училась вместе с ней. Я уже перевелась в другую школу. Ну, я так ее знала. Весь город об этом говорил. Но так прям близких, тьфу-тьфу-тьфу, мне теряли. Вот бабушка, ей 90 лет. Я просто боюсь представить, что когда-то ее не будет. Вот я открыла глаза, я всю жизнь видела рядом бабушку. И как-то кажется, что так привычно. Вроде она никуда не денется. А бац, и нет человека. Сложно, конечно, с этим смириться, но что поделать. Мне всегда интересно вот этот вопрос, а что будет после смерти? Где-то неделю назад. Я смотрела видео в ютубе, что будет после смерти. Это видео набрало 19 миллионов просмотров. Я посмотрела, и вот очень правдоподобно. Общалась с братом, и брат мне такой говорит, что ты гадаешь, возьми, выбросись через окно, сразу узнаешь, что после смерти. Я так угорала. Что ты, говорит, гадаешь? Вообще в ютубе очень много познавательных, интересных видео. На днях сижу. Мне просто интересно было узнать, из-за чего появляется рак. Неважно, какой рак. Вот почему он появляется. Какие факторы способствуют. Я нашла видео, где как бы в форме мультика или 3D изображения показали, как появляется рак, как это все формируется, двигается. То есть только познавательных, интересных видео на платформе ютуб. Не только развлекательных. Я в последнее время, когда историю изучала, мне неохота было читать. Я просто открывала ютубчик и смотрела историю. А еще, ребят, очень удобно, экономика. Вы просто выведите тему, которая вам нужна. И в ютубе полно этих всех тем. Я просто конспектировала себе и на экзамены уже была почти готовая. То есть, чем учить весь этот параграф, лучше посмотреть одно видео в ютубе, где все это законспектировано. Как же вкусно! Вкус как будто мороженое. В ближайшее время обязательно будет рецепт. Все перемешала. Кутабики здесь. Айран. Я поела. Честно, наелась. Было очень вкусно. Рецепт я вам оставлю. Обязательно переходите. Подписывайтесь на мамин канал. Нам будет безумно приятно. Кому не сложно, задавайте интересные вопросы под этим видео. Но вопросы, на которые я никогда не отвечала. Всех люблю. Целую. Пока. Пока.